Пути рыболовные неисповедимы. Об этом прекрасно знает любой спиннингист и не только. И проколоть лодку на рыбалке можно в два счета. Вот и я в один из выходов напоролся на корягу на своей прогулочной лодке. Я использую ее для своего оператора и для выходов на воду налегке, так что нужно быстрее ремонтировать. В этом видео я покажу как быстро и легко заклеить лодку, причем не только пляжную, но и обычную грибную ПВХ лодку. Итак, поехали! Стоп, стоп, стоп! Можно тебя на два слова? Вот уже шестой год я веду свой канал и много времени мы проводили вместе. Вместе мы выбирали лучшие блесны на хищную рыбу и вываживали пойманные трофеи. Говорили о выборе лодки и тестировали эхолоты. Складывали непокорную палатку и выбирали поисковый магнит. И все это время я пишу статьи, делаю озвучку и монтаж видео, а также работаю над повышением качества контента. Почему же ты еще не подписался? Поставь лайк и подпишись, это очень важно! Ну и поехали дальше! Клеить лодку мы будем при помощи жидкой ладки. Именно об вот такой ладке я говорю. Цвет колпачка соответствует цвету самого материала. Такая ладка подходит как для ПВХ, так и для некоторых других материалов, перечень которых есть на обратной стороне упаковки. Например, для поклейки вейдерсов она тоже подойдет. Вопрос только в том, из какого материала эти самые вейдерсы изготовлены. Итак, что нам нужно? Сама жидкая ладка. Жидкость для обезжиривания поверхности. У меня это жидкость для снятия лака. Вообще нужная штука для ремонта лодки. И у меня она лежит вместе с другими полезными вещами в таком вот контейнере. Кусочек обычной медицинской ваты. И, конечно же, помощница. Одна штука. Разглаживаем склеиваемую поверхность. Самой жидкой ладкой можно клеить проколы и порезы длиной до 2 см. Если порез длиннее, то нужно использовать армирующую сетку. Или просто зашить порез. Обезжириваем поверхность при помощи ацетона, либо иной жидкости. Даем ей испариться. Несколько раз встахиваем тюбик жидкой ладкой, чтобы перемешать все компоненты, находящиеся внутри. Я наношу первый слой, который покрывает относительно небольшую площадь. Ладка должна растечься равномерным слоем. Оставляю в таком виде на 10 минут. Затем наношу второй слой. Он полностью покрывает слой первый. Опять же, делаем все аккуратно и равномерно. Теперь нужно оставить лодку на 8-10 часов. Спустя ночь давайте проверим качество ладки. Я накачал лодку и развел мыльную воду. Как видим, ладка сидит герметично и воздух она не пропускает. Ну а спустя пару часов я уже наводил ловлюживца для щеки. С ладкой все нормально. Жидкая ладка хороша скоростью и простотой ремонта. Для грибных лодок ее вполне хватает. Но моторную лодку, скажу честно, я бы ремонтировал более основательно. Делитесь в комментариях своим опытом использования жидкой ладки и способами ремонта лодки вообще. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.